Чем обильнее дожди, тем лучше урожай. Так думают иногда люди, которые не совсем разбираются в тонкостях сельского хозяйства. А между тем, излишняя влага может и навредить. Мощные ливни, которые обрушились совсем недавно на Славянский район, причинили большой вред не только частным домовладениям, но и сельхозпредприятиям. В Славянском районе осадков не было уже несколько дней. Сейчас у нас светит яркое солнце, но ноги на многих полях до сих пор буквально утопают в земле. Почва еще влажная. Последствия сильнейших ливней не преодолены в полном объеме. Точные потери еще только предстоит посчитать. Все знают, что рис – это культура, которая любит влагу. Но все хорошо в меру. От излишней влаги посевы могут просто погибнуть. Да и сейчас воды уж слишком много. О масштабах причиненного ущерба и о предпринимаемых в настоящее время мерах в ходе объезда сельхозугодий рассказал начальник управления сельского хозяйства Александр Лосенков. На сегодняшний день у нас подтоплено более 2000 гектаров подсолнечника, 4500 гектаров сои и около 5000 гектаров риса основной культуры. Значит, насосные станции «Кубань Мелеводхоза» на территории района у нас два филиала «Повоз» и «Чорс» ведут непрерывную откачку. Принято решение, стягиваются дополнительные насосные установки для увеличения сброса коллекторно-дренажной сети с целью понижения горизонта уровня воды для отведения как с рисовой растительной системы, так и с суходольных полей. Обильные ливни сочетались с порывами сильного ветра, что принесло большой ущерб славянским садоводам. В результате ураганного ветра было повалено более 30 гектаров сада, затоплено на сегодняшний день остаётся порядка 145 гектаров садов. Славянские аграрии не сидят, сложа руки. Откачка воды с рисовой растительной системой и суходольных полей продолжается. Делается всё, чтобы снизить уровень горизонта подтопления. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «С Goes». Что выvu? — «Сейчас Streaming» для объяснений.